Музыка Уважаемые жители нашего Ленинского городского округа, хотел бы к вам обратиться с вопросом о том, что масса есть обращений и вопросов в отношении создавшейся ситуации с коронавирусной инфекцией. Хочется до вас донести достоверную информацию, которая у нас присутствует в нашем городском округе, чтобы все понимали, что именно происходит. В первую очередь, это то, что все наши мероприятия, которые были запланированы для профилактических мер, они у нас проводятся, и лечебных мер, все проводятся в полном объеме. У нас организованы выездные бригады, исключительно, которые ежедневно ездят к пациентам, наблюдаемым по этой инфекции. Регулярно берутся мазки, которые отправляются в лаборатории. Предлагаю всем с серьезностью отнестись к этой ситуации, соблюдать все инструкции, которые рекомендует Минздрав Российской Федерации, и Минздрав Московской области, не паниковать. Знайте, что вы под чутким контролем нашим. Мы всячески стараемся быть рядом с вами. Мы, безусловно, участвуем в штабе, организованном по противодействию инфекции. Также у нас запланирована и будет встреча со всеми медиками нашего городского округа. Это не только бюджетные организации, это еще и частные учреждения лечебные. Для того, чтобы мы выработали общую тактику, и для того, чтобы любой пациент, который обратился к любому медику, получил достоверную информацию и алгоритм действия. Все необходимые телефоны, контактные, мы опубликуем на нашем сайте, опубликуем также в Инстаграме. Это будут именно те телефоны, по которым вы можете звонить в любое время до 8 вечера, и вам ответят на любой ваш вопрос, касающийся этой ситуации. По данным, в данный момент, как уже все знают, многие знают, что да, у нас есть двое пациентов, которые являются носителем этой инфекции. Это двое пациентов, прибывших из Италии. Значит, эти пациенты находятся сразу в этот же день прибытия, они были госпитализированы в соответствующие учреждения, не нашего округа, Московской области. По ним могу сказать, что течение заболевания идет в легкой форме. Значит, один из пациентов уже на завершающей стадии лечения ждет результатов контрольного анализа МСК. Если там будет отрицательный, то, значит, завтра или послезавтра он будет выписан домой. У второго пациента такое же легкое течение, но все переживаем и ждем с нетерпением их полного выздоровления. Есть, конечно же, вопросы по больничным листам, есть вопросы по, значит, обеспечению льготными препаратами наших жителей. Эти вопросы, они тоже предусмотрены. Я думаю, что более четко и более, значит, конкретно ответит у нас Елена Валентина Зинатурина. Она у нас является, как все знаете, заведующей амбулаторно-поликлинического звена. Не переживайте, значит, не паникуйте, мы с вами. Добрый день, дорогие жители нашего района. Хотелось бы добавить к тем мероприятиям, которые у нас уже сегодня проводятся, и о которых уже было выступление, мы говорили, еще дополнительные мероприятия, которые мы будем организовывать в амбулаторно-поликлинической службе. Как уже было сказано, всем пациентам, которые у нас вернулись из-за рубежа, они являются у нас контактные по коронавирусной инфекции, мы их изолируем дома, самоизоляция, выдаем им листок нетрудоспособности на 14 дней с момента, с даты прилета из-за рубежа, и организуем взятие биоматериала на 10-й день. Это если они у нас, эти пациенты, все здоровые. Приезжает специальная бригада, бригада по коронавирусу, которая обеспечена индивидуальными средствами защиты, то есть это в костюмах, в респираторах, поэтому, дорогие жители, не пугайтесь этой одежды и наших сотрудников, и спокойно воспринимайте данную ситуацию. Хочу сказать, что все электронные лески нетрудоспособности открываются в электронном виде, и номер этого электронного леска, если вам нужно, необходимо, мы вам можем, естественно, сообщить. С лицами старше 65 лет. С этими лицами старше 65 лет, которые являются группой риска, которым очень опасна данная коронавирусная инфекция, будут организованы мероприятия следующие. Мы максимально хотим и будем ограничивать приход их в поликлинику. Для этого организованы телефоны, те будут размещены на сайте нашей больницы, в соцсетях, в инстаграмах. Телефоны для подачи заявки на выдачу электронного леска нетрудоспособности всем лицам старше 65 лет. Значит, для города будет телефон указан и для амбулаторно-поликлиническим структурным подразделениям. Всем будет обеспечена выдача леска нетрудоспособности. Поэтому паниковать не надо. Даже если вы не успели сегодня вам выписать или дозвониться до него, или же завтра мы всем их выпишем в течение недели. Это все возможно. И не надо паниковать. Через врачебную комиссию мы вам выпишем лески нетрудоспособности. Значит, лица... Дается лицам старше 65 лет лесок нетрудоспособности, начиная с 26 марта по 14 апреля включительно. Если они у нас не болеют и не имеют обострения хронических заболеваний. Если идут по обострению хронических заболеваний, будем открывать по основному заболеванию. Дальше вопрос, касающий выписки льготных лекарственных препаратов, которые тоже так же волнуют жителей, которым приходится приходить и выписывать лекарства, особенно жизненно важные, необходимые. Максимально будем выписку осуществлять тоже по вашим заявкам и организуем доставку этих льготных лекарственных рецептов и препаратов к вам на дом. Далее, по поводу касающихся лиц беременных женщин от 25 до 60 лет, имеющих хронические заболевания, бронхолюктические сосудистые заболевания, будут организованы отдельные приемы для этих лиц в амбулаторно-политернической службе с выделением отдельных врачей первичного звена, чтобы тоже при необходимости оказать медицинскую помощь и выписать электронный листок нетрудоспособности. Все лицкинные трудоспособности будут выписываться в электронном виде, поэтому если будут вопросы, касающиеся у людей, где они работают, в основном это город Москва, и работодатели, которые не принимают электронные лицкинные трудоспособности, если будет необходимость последующим, будут проблемы в оплате, мы их переведем в бумажный вариант. Но по сегодняшней ситуации, с учетом количества наших бланков бумажных, мы переходим полностью на электронный листок нетрудоспособности. Просим тоже жителей максимально ограничить приход в поликлинику на плановые приемы, если только по необходимости. Сегодня в действительности напряженная ситуация стоит для врачей первичного звена, которые очень работают в напряженном и усиленном режиме, и даже будут на приемы привлекаться врачи, узкие специалисты. Те бригады, которые к вам приезжают на дом, которые в действительности имеют одежду специальную защитную против коронавирусной инфекции, чтобы вы не пугались, эти бригады врачей, медицинских работников и шеров будут иметь при себе справки с нашего учреждения, подтверждающие работу в нашем медицинском учреждении. Пожалуйста, не паникуйте, держим все на контроле. Будут дополнительно у нас организованы телефоны горячей линии, горячей линии, где будут врачи вас консультировать по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Телефоны мы также укажем на сайте и в соцсетях. Наша сегодня больница всеми расходным материалом, всеми тем, что необходимо для борьбы с коронавирусной инфекцией, полностью обеспечена.